СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ Появился пункт обогрева бездомных в поселке Зубчининовка, где утративших крышу над головой одевают, кормят, предоставляют им душ и кровать, помогают восстановить документы. Пенсионеров устраивают в пансионаты Самарской области. Кроме того, самарским сестрам удалось организовать кормление нуждающихся на проспекте Металлургов рядом с храмом. Его устраивают на пожертвования. Бездомные получают комплексный обед. За день удается накормить порядка 70-80 человек. Несут сестры патронажную службу на дому. Видя какого размаха работы удалось достичь самарским единомышленницам, сестры Милосердия из других регионов захотели с ними встретиться и пообщаться. Мы давно знаем Самару, самарские проекты, контактируем. И это была во многом идея Самары провести этот съезд именно здесь. И мы надеемся, что многие сестры из соседних епархий, из Самарской митрополии, из Саратовской митрополии, из Казанской тоже смогут принять участие и посмотреть опыт Самары, который тоже интересный, уникальный, и познакомиться друг с другом, пообщаться. Во многих регионах сестры Милосердия реализуют задуманные на пожертвования. Уникальность самарского опыта в том, что удалось привлечь еще и государственное финансирование, что позволило существенно расширить деятельность сестер. Прежде всего, это сотрудничество с государством. Это у нас один из немногих регионов, где у нас налажено сотрудничество. И во нескольких проектах это и обитель Милосердия, где пожилые люди, больные, где еще хода ухаживаются, это и ночлег для бездомных, это и дом для мамы, это социальная гостиница для женщин тяжелой жизненной ситуации. Возник запрос от других властей, чтобы мы рассказали, как у нас это получилось, какие шаги необходимы принять. Опыт у самарских сестер огромный. Когда наступила пандемия, больницы закрыли на карантин и посторонних туда перестали пускать, сестры открыли обитель Милосердия. Она находится в Зубчининовке по адресу Азовская, 54А. Туда принимают лежачих одиноких больных, за которыми некому ухаживать, людей с ампутацией, травмами позвоночника, после инсульта, инфаркта, с деменцией и болезнью Паркинсона. Помимо ухода, самое главное, что дают сестры милосердия, это свою любовь. Потому что сестры живут христианской жизнью, они исповедуются, причащаются, они несут в себе Христа. И вот именно Христа они пытаются донести до наших подопечных. И своим сестрам я всегда говорю, что Господь нам доверил самое, наверное, дорогое, свой образ Божий. Каждый человек – это образ Божий. Поэтому мы стараемся за каждым человеком ухаживать, как за Христом. В обители милосердия на общественных началах трудятся 80 сестер. Все они получили медицинское образование. Присоединиться к ним может любой желающий, готовый бескорыстно творить добро. К нам в сестричество может прийти абсолютно любой человек. Тот, любой человек, который понимает, что вера без дел – мертва. Тот, который хочет сработничать с Христом, да, тот, который живет христианской, настоящей христианской жизнью, да, потому что мы все-таки признаны нести людям добро.